добрый день дорогие мои зрители сегодня я вам хочу показать узор который я назвала физалис почему физалис потому что осень и плоды физалиса украшают наши сады леса поля вот такой вот интересный плодик и вот такой интересный узорчик ну да конечно это моя выдумка можно этот узорчик называть по-разному ну вот я хочу назвать физалис и так этот такой объемный такой красивый узорчик и вот такой красивый узор мы сегодня с вами свяжем я сделала два образца вот на такой вот пряжи цветом и на вот этом но цвет не передается он такой рыжий у меня цвет она камеру он какой-то непонятный но это неважно это чтобы вырезать такой узорчик нам нужно чтобы петелечки делились на 10 плюс 9 и плюс 2 кромочных и 12 рядов вот этот вот у нас узорчик такой интересный красивый как бы в 3d варианте узор такой тянется и вверх и вбок такой довольно интересный итак первый ряд первый ряд мы будем вязать следующим образом снимаем кромочную петелечку 2 вместе влево 2 вместе с наклоном влево 5 изнаночных 1 2 3 4 5 2 вместе вправо для того чтобы вправо мне нужно поменять петелечки кому не надо не меняем так есть и теперь смотрите из одной петли нам нужно вывязать 7 то есть 1 2 3 4 5 6 7 вот это вот рапорт узора еще один рапорт про вяжем вместе 2 вместе влево 5 изнаночных 1 2 3 4 5 2 вместе вправо из одной вывязать 7 1 2 3 4 5 6 7 мы провязали два рапорта узора встречаемся во втором ряду второй ряд вяжем по рисунку там где изнаночные вяжем изнаночные где лицевые вяжем лицевые так это у меня кромочная упала поднимаем петелечку значит так изнаночная над изнаночными лицевые над лицевыми и вот эти вот которые мы петелечки с одной вывязывали 7 мы вывязываем изнаночными 1 2 3 4 5 6 7 вот это изнаночная сторона встречаемся в третьем ряду третий ряд кромочную снимаем 2 вместе влево 3 изнаночных 1 2 3 2 вместе вправо я меняю петелечки 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 раппорт узора еще раз 2 2 вместе влево 3 изнаночных 2 вместе вправо 7 лицевых четвертый изнаночных ряд мы вяжем по рисунку встречаемся пятом ряду 5 ряд кромочную снимаем 2 вместе влево 1 изнаночная 2 вместе вправо 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 раппорт узора еще раз 2 вместе влево 1 изнаночная 2 вместе вправо 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 провязали 2 раппорта узора 6 ряд вяжем по рисунку седьмой ряд снимаем кромочную 1 лицевая теперь нам нужно с вот этой вот 1 изнаночной изнаночной петли вывязать 7 1 2 3 4 5 6 7 теперь 2 вместе влево 5 изнаночных 1 2 3 4 5 2 вместе вправо и так далее снова мы вывязываем с одной изнаночной 7 2 вместе влево затем будет идти 5 изнаночных 2 вместе вправо вот это вот раппорт узора встречаемся в восьмом изнаночном ряду 8 изнаночный ряд вывязываем следующим образом 1 изнаночная будет и затем с вот этих вот 7 вывязываем 7 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 еще одна изнаночная 1 2 3 4 5 вот это вот раппорт узора с изнаночной стороны то есть вяжем по узору но вот эти вот набранные с одной петли вывязываем изнаночными петлями так встречаемся в девятом лицевом ряду 9 лицевой ряд кромочную снимаем 1 лицевая в начале ряду затем 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 вместе влево 3 изнаночных 1 2 3 2 вместе вправо это раппорт узора это раппорт узора еще раз 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 вместе влево 1 2 3 2 вместе вправо 10 10 изнаночный ряд по рисунку встречаемся в одиннадцатом ряду 11 ряд кромочную снимаем 1 лицевая это она неизменно она неизменно идет у нас 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 вместе влево 1 изнаночная 2 вместе вправо дорогие зрители вот и связали мы с вами такой прекрасный узорчик вяжите наслаждайтесь такой узорчик можно применять во всех изделиях очень хорошо будут смотреться в детских изделиях они будут такие как пухлики маленькие красавцы наши колобочки на этом прощаюсь пока пока до новых встреч а и 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